Святослав Владимирович Сахарнов Святослав Владимирович Сахарнов Фронте принимал участие в боях за ранее Баумский пятачок. Это было тяжелое время. Немецко-фашистские войска стремились окружить Северную столицу. Через некоторое время по приказу командования курсанты были выведены из боев и отправлены долучиваться. Из окруженного Ленинграда колонна ушла пешком по дороге жизни через замерзшее Ладожское озеро. Училище перевели в Баку. Практику курсанты проходили на боевых кораблях Черноморского флота. Святослав был помощником штурмана на минном тральщике и участвовал в обеспечении боеприпасами людскими подкреплениями под здаром «Малая земля». Воевал на Черном море, был командиром катера, охотника за подводными лодками. В 1945 году Советский Союз, выполняя союзнические обязательства, вступил в войну с Японией. Святослав Сахарнов был переведен в состав Тихоокеанского флота и принимал участие в боевых действиях на Дальнем Востоке. После войны он продолжил службу на Дальнем Востоке, был командиром торпедного катера и дослужился до начальника штаба соединения. Малонаселенной местности на берегах Японского моря отсутствовали книжные магазины. И Святослав Владимирович начал сочинять сказки для своих детей. Истории были связаны с подводным миром, в который Сахарнов попал в воле случая. Сломался винт торпедного катера, которым командовал Сахарнов. Водолаза на катере не было, и командир сам спутился под воду. Позже Святослав Владимирович говорил, что морские глубины поразили его своей непохожестью на надводный мир, прежде всего отсутствием теней. Непреодолимая потребность поделиться увиденным побудила Сахарнова написать свой самый первый рассказ. Летом 1954 года Сахарнова направили на учебу в Ленинград в Академию. Там он защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата военно-морских наук. Во время учебы Сахарнов познакомился с Виталием Валентиновичем Бианки, который искал новых детских писателей-натуралистов. Истории морского волка, стремящегося поделиться своими уникальными знаниями и мечтающего стать детским писателем, вызвали у Бианки живой интерес. Сахарнов попал в число слушателей литературной школы, которую Бианки организовала в своей ленинградской квартире. Первые публикации Сахарнова состояли в 1954 году, а его первая книга «Морские сказки» вышла в 1958. Тогда же в Симферополе увидел свет сборник рассказов и сказок «Зеленая рыбка». В 1960 году Святослава Владимировича Сахарнова приняли в члены Союза писателей СССР. Основной темой его творчества несколько лет была морская. Написал он более 50 книг для школьников и детей младшего и среднего школьного возраста. Это не только художественные произведения, но и множество познавательных научно-художественных книг. Из них дети узнавали о том, какие существуют морские обитатели, как они живут, как трудятся в море люди разных профессий. Сахарнов стремился не только к художественности текстов, но и к их информативности. Он умело сочетал выдумку и правду, систематизировал достоверные сведения и придавал им доступную детям форму. Примером могут служить книжки-картинки. Кто живет в холодном море, кто живет в теплом море, заколдованные острова. Одна из самых известных книг Святослава Сахарнова «Детская морская энциклопедия по морям вокруг Земли». Она получила множество наград. Первую премию международной книжной ярмарки в Болоне, премию на фестивале в Братиславе, серебряную медаль на международной книжной выставке в Москве. Главная сюжетная линия этой необычной энциклопедии – кругосветное плавание, начавшееся в Балтийском море и завершившееся в Черном. Вместе с автором читатели проходили 19 морей и океанов, изучали устройства кораблей и находящихся на борту приборов, рассматривали морские карты и знакомились с морскими терминами, узнавали об основных географических открытиях и великих мореплавателях. Энциклопедия Святослава Сахарнова была переведена на многие иностранные языки и послужила образцом для создания других детских энциклопедических изданий. Святослав Владимирович рассказывал читателям не только о море. В 1959 году увидела светсказка «Гак и бурдик в стране бездельников». Ее он переписывал несколько раз, устраняя стилистические и прочие недостатки. Итогом стала веселая, струмная, живая сказка с социальным сюжетом, каких в советской литературе очень мало. В 1963 году вышла еще одна сказка, на этот раз кибернетическая, о людях-роботах, рам и рум. Сахарнов неоднократно принимал участие в длительных арктических экспедициях, исследовал каравовые рифы на Кубе. Путешествия дали возможность Сахарнову реализовать интерес к фарклору. В сборнике сказки из дорожного чемодана были представлены, переработанные Сахарновым, сказки многих народов мира. С августа 1973 года по январь 1988 Святослав Сахарнов был главным редактором ленинградского детского журнала «Костер». За это время тираж издания увеличился больше, чем вдвое. До 1 миллиона трехсот тысяч девятьсот девяностых годах Святослав Владимирович начал писать и для взрослой аудитории. В 1990 году был издан его фантастический роман «Лошадь над городом», а в 2001 году увидел светроман «Анекдот» сын лейтенанта Шмидта. Святослав Сахарнов умер 23 сентября 2010 года в Санкт-Петербурге. Похоронен на большее Охотинском кладбище.